В доме кино премьера. Премьера фильма Эльдара Рязанова. Принимают картину прекрасно. Зрители сочувственно улыбаются в грустные моменты и от души веселятся в смешные. Доброе утро, Людмила Прогольфовна. Вот я и прибыл. И только одному человеку не до смеха. В последнем ряду в спасительной темноте кинотеатра краснел от стыда Олег Басилашвили. Исчезнуть? Стать невидимым? Ползком уползти из зала? Только бы никто не заметил и никто не узнал. Басилашвили смотрел на экран и не мог поверить. Неужели это он? Нервные движения? Напряженное лицо? А ведь он уже 20 лет в театре. 26 ролей в кино. Господи, кто этот человек? Он не может видеть себя на экране. Не смотрит картины, в которых снимался. Не смотрит фильмы про себя. Не увидит и этот, скорее всего. Этот фильм? Нет, о себе. А тут не надо смотреть. Тут можно послушать. Послушайте Олега Леонидовича. Бывает, что он смотрит. Ему интересно с профессиональной точки зрения, что он сделал так, а что не так. Вот так он может посмотреть. Но вот сесть и себя любимого посмотреть на экране. Или посмотреть, тем более, передачу со своим участием. Вот это он никогда не будет делать. Вот передачу он не смотрит никогда. Он актер, который не любит привлекать к себе внимание. Он недоволен своей внешностью. Так почти не бывает. Почти. Ну, это он кокетничает, мне кажется. Я думаю, что он прекрасно осознает, что он хорош собой. И другое дело, что он этим никогда не, особенно не пользуется и не бравирует, но не может не осознавать. Мне кажется, что иногда же все-таки смотрит на себя в зеркало. Я думаю, это такой восторг наоборот. Нравится ему все. Если бы не нравилось, он был бы другим. Чем больше он, говорит, не нравится, он говорит, ничего. Это в лучшем случае. А вообще он любит себя. И правильно делает. Шок от своего лица на экране мешал признать очевидное. После фильма Эльдара Рязанова на Олега Басилашвили обрушилась слава. Рязанов, которого любила вся страна, комедии, которого смотрели все и повторяли фразы из этих комедий, пришел к нам однажды в театр и после спектакля он зашел к нам за кулисы, посмотрел на меня. Я короля играл хорошо. Подошел и говорит, а я не понимаю, почему я до сих пор у себя не снимаю в картинах. Я говорю, я тоже этого понять не могу, по-моему, чрезвычайная глупость. Очень скоро Басилашвили без всяких проб получил приглашение сниматься в служебном романе. И сердца всех советских женщин были покорены. Да, отрицательный герой, но какой уверенный и элегантный мужчина. Разве можно поверить, что за внешностью и манерами героя-любовника скрывается застенчивый человек, которому приходится ломать себя для того, чтобы просто делать свою работу? Он замечательный артист, он очень тонкий артист. И вы говорите, неуверенный, да, но такая-то неуверенность такая, идущая не от слабости, а, так сказать, от постоянного поиска. По сути говоря, можно просто сказать, что это человек, который постоянно недоволен собой. Вот так вот. Редко когда он бывает равнодоволен собой. Когда он был помоложе, он это всё исправлял тем, что он постоянно занимался, делал зарядку, постоянно бегал, постоянно вот как-то пытался исправлять какие-то в этом смысле те дефекты, которые его мучили. Потом как-то немножечко уже успокоился. Вот. Сейчас недовольство опять к нему вернулось. Ну, это, конечно, я не знаю, сейчас в таком нашем с ним возрасте мало кто доволен собой. И это понятно, и мне знакомы эти сомнения. Но когда он был молод, мне кажется, что он был достаточно притягательный для женщины, очень к нему с большим интересом относились. Характер Басилошвири больше похож на тот, что у закомплексованного интеллигента Новосельцева. Да и жил он совсем не той жизнью, что номенклатурный карьерист. И в шикарных костюмах щеголял только в кино. Мы искали костюм для этого моего героя, уже в Швейцарии приехал. А съемки были где-то в 60-х годах. Костюм по всему Советскому Союзу. В лавке, который в хоро только члены Политбюро ЦК, добился Рязанов, чтобы ходили художники, искали костюм, чтобы я выделялся. Типа я играю отрицательного. Потому что отрицательные все хорошо должны были быть одеты, а положить-то плохо, чтобы не до этого. Федаун, плиз! Это что, твоя машина? Садись, садись, мальчишка. Ничего себе! Волга, да? В некотором роде. Волга. Артистам кино при советской власти платили копейки. Копейки. Понимаете? Ну, я вот машину свою, свою личную машину, купил, когда мне было 56 лет. Мне сны снились, что я сижу за баранкой, еду. Но машину купить я не мог. Зато после служебного романа Олег Басилашвили получил то, что не купишь ни за какие деньги. Любовь зрителя. Самохвалов и Эльдар Рязанов сделали Басилашвили по-настоящему знаменитым. Рязанов, что там говорить, Рязанов в моей жизни сыграл огромную роль. Я с ним снял, по-моему, пять картин, пяти картинок из картинок. Он мне дал даже расписку, что шутливый, конечно, что меня будет снимать в каждой из своих фильмов. А я приписал, а если не будет снимать, то будут платить гонорар, как будто я снимал. Ну, это все шутки. Рязанов избрал Олега своим талисманом, что ли. И действительно подряд шли все рязановские фильмы с участием Олега Гурьянча. И он в этом смысле очень и очень доброжелателен. А Олегу, вот как сомневающемуся человеку, вот эта режиссерская доброжелательность безумно нужна, как и каждому из нас. Фильмов могло быть не пять, а шесть. И всенародная слава могла бы появиться на два года раньше, в 75-м. Это он, Олег Басилашвили, мог бы каждую новогоднюю ночь получать электробритву в подарок и принимать душ в пальто. Ты что? С ума сошел? Перестань немедленно! Я даже не подумаю. Ой, ужас. Ты соображаешь, что ты делаешь? Ну, не мешайте, закройте. И это его фотография летит в сугроб. Все, что осталось от прекрасной мечты. Артист Басилашвили был уже утвержден на эту роль. И отказался. Он просто не мог. Умер папа. Ну, а папа, 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 папа. У меня был замечательный человек. Я даже думаю, что вот моя тяга к театру, это от него. Хотя он был всячески против, чтобы я был артистом. Папа приехал в Москву из Тбилиси. Встретил студентку Ирину Ильинскую и влюбился. Женившись, жил с родителями Ирины в квартире на Покровке, превращенной в коммуналку после того, как к архитектору Сергею Михайловичу Ильинскому советская власть подселила соседей. Валериан Басилашвили до войны был директором московского политехникума, а в войну – солдатом. Он ушел на фронт, вернулся в июне или в июле 45-го года уже майором с орденами. Его самая дорогая награда, которую он очень ценил, это был Орден Красной Звезды. Он говорит, отдается офицерскому составу не просто так. Это действительно, я там что-то такое сделал нужно. Когда вернулся, Олег его не узнал. Привыкать друг к другу пришлось заново. И от этого на всю жизнь между любящими отцом и сыном оставалась какая-то трещинка. Она должна была вот-вот исчезнуть. Но тут папа умер. Их старый дом с аптекой цел и поныне. Но только ни Басилашвили, ни Ильинские здесь больше не живут. Московская патриархальная семья. И папины родители, и глубже, бабушки, прабабушки. У папы всегда в петербургской квартире висит портрет, большой портрет семьи священника. Я в детстве все время спрашивала, что это, кто этот, значит, этот поп в рясе, кто это такой. Ну, а это прадед, мой прапрадед. Бабушка, это был я сам, говорит Олег Басилашвили. Ольга Николаевна понимала внука как никто другой. Уж очень ты стеснительный. Трудно тебе будет, как в воду глядела. Детство Басика, как звали его близкие, прошло на чистых прудах. В один летний довоенный день здесь появились люди с кинокамерой. Снимали фильм «Подкидыш». И для массовки нужны были дети. Красивый, светленький мальчик как раз подошел. Так состоялся дебют артиста Басилашвили. На трехколесном велосипеде, но уже в кепке. Ей он остается верен до сих пор. Отсюда с покровки с мамой и бабушкой Басик уехал в эвакуацию в Грузию. Сюда вернулся через три долгих года. В 45-м Олегу было 11. Детство, прерванное войной, все-таки продолжалось. С мамой, бабушкой и папой, школой, друзьями и большими надеждами. С новой страстью в душе. Мама поощряла мое увлечение литературой, театром. Отец был всячески против. А мама как так вот к этому относилась. Потому что я был абсолютно бездарен по математике, прежде всего. Когда меня на экзамене спросили, каково отношение к катетам, гипотенузе, до сих пор помню. Я сказал, хорошее. Мне сказали, идите, ладно, пять поставим. В поисках своей синей птицы Олег поступил в школу-студию МХАТ. Хочешь быть артистом – дело твое, сказал отец, но денег я тебе не дам. Валериан Нашреванович считал актерство недостойным занятием для мужчины. Но кто думает о деньгах в 17 лет? На груди – значок с мхатовской чайкой. А вокруг тебя такие талантливые сокурсники. Женя Евстигниев, Миша Казаков и самая красивая и одаренная девушка студии – Таня Доронина. Память моего театрального детства или юности, она хранит представление об Олеге Басилашвили, как о человеке с курса, который был на редкость урожайным, на редкость представленным людьми всерьез одаренным. Я не буду перечислять людей, которые были на этом курсе, но я смотрел на них, как все-таки, ну, если не оттуда сошедших, к нам на грешную землю, то, во всяком случае, мне казалось, что они чего-то знают. Талант студента Басилашвили никто не подвергал сомнению, кроме него самого. Есть некоторая зажатость, особенно в любовных сценах. Зато вне сцены у него первая любовь с первой красавицей курса. Павел Владимирович, это очень способный человек. Да идет очередь, мы ее послушаем. Пожалуйста, послушайте я сейчас. Не пожалею, не послушайте. Ну, почему усложняете самое простое дело? Ну, братцы, братцы, давайте что-нибудь решать. Время же идет. Три минутки, три минутки. Три минутки, три минутки. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, начинайте. Я хочу спросить. Вы любите театр? Как люблю его я? То есть, всеми силами души вашей. Она была первой красавицей. Она была свободна. Она была Шаляпином в студии МХАТ. Она говорит, я так не буду. И это не буду. И это вот здесь стол стоит, это мне не надо. Она могла, извините, разговаривать так с Колотозовым. А когда общие собрания устраивали по поводу поведения Тани, она снимала с Колотозовым в картине, оттуда пришли сообщения, что она там позволила себе кого-то по щеке ударить режиссера, когда он делал ей замечания. Если бы вы видели, как она себя вела, Басик это видел. Значит, он взял эту преграду, зная, куда он идет. Татьяна Доронина обратила свое внимание на застенчивого блондина с грузинской фамилией. Хотя за ее сердце между студентами шли настоящие баталии. Таня, как талантливый человек, безусловно, видела то, что мы тогда не замечали. Может быть, она угадала его раньше всех. Раньше Тарсоногова и других. Но там уже это личные отношения, они переходят в другие отношения. Но Таня за бездарь бы не вышла замуж. Спасибо, Митя, я очень тронут, но я не полечу. Почему? Женюсь. Что? Женюсь? В который раз? Официально в седьмой, но на этот раз последний. Ты что, значит, лететь отказываешься? А я и так летаю. На крыльях любви. На чем летаешь? На крыльях любви. Оба влюбленных были воспитаны в строгости и верили, что после поцелуя надо жениться. Но на покровке невеста пришлась не ко двору. Олег разрывался между родителями и женой, пытаясь наладить отношения. Бесполезно. Родители были уверены, что это из-за нее их сына после школы-студии не взяли в Амхат. Их действительно не взяли. Кто теперь скажет, почему? Ихбин не знаю. Еще раз хочу повторить. Олег Валерьянович Басилашвили старшекурсник, одаренный старшекурсник из моего актерского детства. Несомненно, что вы еще забыли назвать Олега Ефремова, которого также не приняли в Амхат. Так что это была последовательность. Наши сверстники в Амхате в это время, да простят они меня, были много плоше нас. Олег пытался объяснить родителям, что эта Татьяна едет за ним по распределению в Сталинград, а не он за ним. У Татьяны приглашение сразу в несколько театров. Она талантливее всех. И дорогу на главную сцену страны ей закрыли только интриги мхатовских примадонн. Она была первой красавицей, она была первой скандалисткой. Скандалисткой в том смысле, потому что она там бушевала. Она просто, когда ей говорили, как надо, и она считала, что не так она делала, как ей надо. И великие мхатовцы, которые, как говорится, сидели на репетициях у Станиславского, помогали ему, рабели. Приехали в Сталинградский областной театр. Промаялись без работы и вскоре бежали в Ленинград. Ленинградский театр имени ленинского комсомола стал домом в буквальном смысле. Здесь работали и жили. Тут же в гримёрке. Потом в общежитии. Быт их с Татьяной не беспокоил. Главное – искусство. На сцене одна удачная роль за другой. И вдруг – приглашение в большой драматический. От самого Товстоногова. Георгий Александрович создавал свой театр. Уволил около 30 актёров и пригласил новых. В том числе, прогремевшую на весь Ленинград Татьяну Доронину. А заодно и её мужа. Сложно было только, что она сразу, как вам сказать, красивая женщина и талантливая актриса, сразу была Товстоногова взята. Ибо таких актрис на этом было. В театре не было. Он там сказал «Варвары», «Горе от ума». Не было на Софью актрисы. Не было надеждам она. Она сразу попала туда. Поэтому она играла 2-3 главные роли. А я играл в такие эпизодики. Конечно, это было тяжело. Артист Басилашвили с треском провалился в первом же спектакле на фоне оглушительного успеха артистки Доронины. Позор и стыд. Вдруг навалилась дикая зажатость на сцене. Ужас от крика режиссёра. И Товстоногов видит? Не может не видеть. Куда любая неудача сносит его нового артиста? Он пришёл, блестящий выпускник школы-студии МХТ с грандиозными однокурсниками. Равный среди равных на этом курсе. И вдруг он попадает в театральный завод. Это завод, это конвейер, где надо выдавать результат. и ничего не получается. Представляете, что мы могли не узнать такого артиста, как Басил Ашмели. Это же ужасно. Куда делись его талант, его свобода? Как победить проклятую застенчивость? Чего он только не делал. Даже ездил в метро в берете с куриным пером. Вот уж наверняка попадёшь в центр внимания публики. Роль эксцентричного иностранца в берете была ещё далеко впереди. Вам приходилось, гражданин, бывать когда-нибудь в клинике для душевно больных? Бывал, бывал. И не раз. Где я только не бывал. Три года Олег Басилашвили не мог найти себя в БДТ. Играл второстепенные роли на грани провала. Режиссёр будто его не замечал. Товстоногов иногда, у него была такая манера, он томил артиста. Как, знаете, вот, иногда выдерживает вино. И вот когда оно уже выдержано, вот, купоривает, и он там играет всеми гранями своего таланта. О, вы знаете, если бы я знал, что я вино, и Басилашвили знал, что он вино, и что его должны выпить, вино может перебродить, вино ведь может скиснуть. Может быть, актёрство вообще не для него? И семейная жизнь тоже. Их брак с Дорониной быстро терял свой смысл. Почему это произошло? Не знаю. Как-то вернуть. Не знаю. При разводе они договорились, что повода для сплетен давать не будут. Ленинградка Доронина переехала в Москву, а москвич Басилашвили остался в Ленинграде. Да, может быть, он испытал некоторую свободу, потому что ему всё время, как всякому партнёру, вот это необходимость соответствия, она парализует немножечко волю, если можно так сказать. Я знаю очень много распавшихся тандемов именно из-за того, что кто-то один был на ступеньку выше. Товстоногов наконец стал занимать его в своих спектаклях в главных ролях. Теперь приходится разрываться между репетициями в БДТ и съёмками на Мосфильме. Спекулянта Лоскутова в детективе «Возвращение святого Луки» должен был играть Иннокентий Смоктуновский, но был слишком занят и уступил эту роль Олегу по старой дружбе. Сколько? Богоматерь 150. Иисус с разбойниками. 300, 400. 15 век, новгородская школа. Исключительно редкий сюжет. Нечто вроде этого было куплено сотрудникам одного посольства и продано в Риме за 6 тысяч. Можете пожалеть. В театре всё сложнее. Здесь никто ничего не уступит. Разве может настоящий артист уступить Хлестакова в «Ревизоре»? Басилашвили репетировал Хлестакова в очередь с Олегом Борисовым. Два больших актёра на одну великую роль. Ситуация катастрофическая. Понимаете, я стал испытывать чувство человека, который соревнуется с кем-то. И вот вся эта вольность, необходимая в образе Хлестакова, она стала исчезать, потому что мы с Борисовым стали доказывать, каждый из нас, что я лучше, нет, я лучше. Я лучше, нет, я лучше. Басилашвили пришёл к Товстаногову и попросил это прекратить. Пусть оставит одного из них. Оставит его – хорошо. Оставит Борисова – Басилашвили зла держать не будет. Георгий Александрович, вот мы даём репетирую. Я вас прошу это прекратить. Оставьте на роли Олега Ивановича, я буду просто счастлив. Если вы оставите меня, я тоже буду счастлив. Никакого зла я не буду держать. Если вы меня снимете с роли, останется Олег. Но вдвоём репетировать – это преступление. Вы губите меня и его. Давайте сделаем так. Решайте сами. Прошёл месяц или полмесяца, и Олега больше на репетицию не вызывали. Вот с тех пор Олег Иванович меня просто возненавидел. Я не виноват. Я право заплачу. Мне пришлют из деревни. Он больше виноват. Говядин у меня подаёт такую твёрдую, как бревно. А суп? Он чёрт не знает, что плеснул туда. И должен был выбросить его за окно. Он мне варит голода по целым дням. И чай такой странный. Воняет рыбой, а не чаем. Знаешь, что ли я? Вот это всё. В театре всегда всё сложно. Роман просто было на ленинградском телевидении, где Басилашвили любили и занимали в телеспектаклях. Там у него и случился служебный роман. Мы с Серёжкой спускаемся в метро на площади Семной. Она поднимается на эскалаторе. Я говорю, да, ну, привет, привет. Он мне говорит, о, у вас ты имеешь большие мышанцы. Я говорю, почему? Это же мышанское проехало. Мшанцы. Почему я мшанцы никогда не считал, что я являюсь покорителем женских сериалов? Ну, как-то вот так вот случилось. Мы стали постепенно вместе. Очень скромен. У него, за ним не наблюдается никаких театральных романов и так далее. Он был уверен своей первой жене, уверен своей второй жене, необычайно внимателен к Гале. Поэтому я вот, мы едем со спектакля, он ещё из машины звонит. Илюша, я еду. Да, 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 вот сейчас минут через 15 завезём эту Алису и следующий адрес мой. Оба они нашли то, что искали, и сумели это сохранить. Ну, мне кажется, они просто уравновешивают друг друга очень хорошо. Мама человек такой более спокойный, она как такая плавная река в своих берегах всегда. Отец может выходить из берегов, говорит, мама его обратно будет приводить в нужное русло. Поэтому я думаю, что, ну, как-то они просто очень друг к другу подходят. И, ну, действительно, почему людей, почему мы не верим в то, что людей просто держат любовь друг с другом? Любимая женщина, две маленькие дочери. Олег, воспитанный в любви и внимании, растил девочек также. Но их папа, близкий и понятный папа, жил ещё и в другом мире. Там он был один. Им туда ходу не было. Когда была в детстве, маленькая, меня часто бралась за сцену. И там я помню, как меня поражала всегда действительно его мгновенная возможность перевоплотиться. В том смысле, что когда он выходил за кулисы, он меня не узнавал там. Вот. То есть как бы не видел, не узнавал, это был абсолютно другой человек. Легко, чтоб тебя любили, не люби, брат, никого. Легко, чтоб тебя бояли, сам не бойся ничего. Легко, чтоб тебя любили, не люби, брат, никого. Легко, чтоб тебя бояли, сам не бойся ничего. Легко, лево, 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 лево. Что успел? Извините, Олег Павлович. И этот, этот ментик, Деламан, гусарский на нём, лосины, да? А в жизни не очень придающий значение тому, что странно. Во что и как одет. Носящий такую уютную, слегка мешковатую одежду. Вечно ссутулившийся. Как бы стесняющийся того, что если он выпрямится, он будет красивым. Теперь в самом знаменитом театре страны у Товстоногова он уже среди лучших, главных его актёров. Но разве это избавило его от сомнений? И он решительно адресовал свои сомнения Товстоногову. Его слова, как правило. А я не знаю, что играть. Я не понимаю, что играть. Это то, что я от него слышал всегда. Я не понимаю, что здесь играть. Я не понимаю. Но, как ни странно, эта позиция, я не знаю, что играть, это сомнение, навязанное всем, это сомнение, которое превращается подчас в истязание тех, кто занят рядом с ним, его партнёров. Потому что такая неуверенность одного человека в себе, она сеет некий раздрай, неуверенность других людей, а подчас раздражение этим человеком. Да, я был свидетелем того, как очень большие актёры уже начинали очень шумно, скажем так, выражать свои эмоции. И очень большие актёры иногда только из споров Басилашвили с Товстоноговым узнавали, в чём смысл их собственных ролей. Для чего он это делает? Наверное, когда он говорит, что я ничего не умею, в это время ему Бог посылает то, что он не умеет. Он умеет это делать лучше, чем другие. Он личность. Потом, когда он находит что-то такое, что, в общем, озаряет сразу все аспекты роли, он успокаивается и очень в этом смысле. Хотя неуверенность не учувствуется до конца. Даже в день спектакля он умудряется сказать, что-то я сегодня совсем никуда не горжусь, что-то я совсем куда-то не туда ступаю, не на ту, так сказать, дорогу. И к отцу спектакля, ну, сегодня было совсем плохо. Редко, редко, но говорит, сегодня вроде ничего получилось, правда? Видно, получалось не так уж редко, потому что позиции артиста Басилашвили в БДТ только укреплялись. К тому же, им всё больше интересуется кино. В частности, один молодой режиссёр, снимающий свою вторую картину. Олег Валерьянович, он потрясающий партнёр, потрясающий партнёр. Смешливый, колющийся, придумывающий мгновенно и наслаждающийся тем, что он придумал. Это вся история с Федотовым, с капитаном, когда он ему делает, берёт его за руку, говорит, бульно, 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 бульно. Вот это всё, это всё вместе взятое, оно было рождено прямо здесь, сейчас. Сегодня делаем досмотр у всех кинопромышленных. А я здесь при чём? При чём здесь? Мы у нас каждый день бываете, каждый день у нас на съёмке. Ой, бульно, так где бульно, что вы? Это нельзя написать в сценарии. То есть, как только это напишется в сценарии, это начинает репетироваться и засушиваться тем, что надо выполнить задачу. А когда это происходило вот так, прямо сейчас в кадре, это давало лёгкость. И в этом смысле Олег Валерьянович поразительный абсолютно партнёр, не напрягающий и в то же время точно несущий характер. Октябрь, октябрь. Октябрь? Да, да, да. Октябрь. Так, живая просто. Глебами пахнет, помните? Да. Средняя полоза России. Средняя полоза. А Марфина помните? В 14-м году. В 13-м году. А, да, да, да. А что мы снимали? Война и мир. А, да. Война и мир. Война и мир. Олья Николаевна снимала? Да, да, да. Это уж та трава трава. Ой, из-под снега видно. Узкий снег, да? Да. И трава зелёная-зелёная. Ноябрь месяц. Средняя полоза. Да, поразительная. Ну, не надо, Сава, не надо. А то я заплачу. Этой сцены в сценарии не было. Но Никита Михалков предложил Олегу импровизировать, рассказать о своём. Без текста. Придумывая на ходу. Он меня задает вопрос, а я просто стал репетировать. Ну, вот, я говорю, трава там такая. Я стал дачу нашу вспоминать в Ходькове, там, как это всё было, всё. Ну, он говорит, ну, нормально, хорошо, хорошо. Паш, ты можешь снимать? Он говорит, а я уже снял. Так что снимки не было, фактически. Он снял это всё. Ну, дело в том, что я уже знал его, и, так сказать, мы уже довольно много репетировали. Я понимал, что вот эта вот передача ощущения не в словах, а в том воспоминании, вот этом том воспоминании, которое в нём живёт, о той России, которую никогда он уже не увидит. Это было очень пронзающе. И он это чувствует очень. В свой монолог Олег Басилашвили вложил счастливые воспоминания о даче в подмосковной деревне Ходьково. Здесь он провёл много лет вместе с самыми дорогими своими людьми. Да, я знаю, что такое счастье. Может быть, это не всё счастье, которое я испытывал в своей жизни. У меня было много моментов, когда я был счастлив. Но вот такого рода счастья никогда больше не будет. И это счастье связано с тем, что, во-первых, мы были все вместе. Папа, мама, бабушка и я. Сюда, в Ходьково, он перевёз маму в страшном 80-м году, когда узнал, что дни её сочтены. У меня умирала мама, и мне врач сказал, проведите время, я осталась жить там 5 месяцев, проведите это лето так, как она хочет. Она сказала, я хочу быть в Ходьково. Значит, Ходьково. Она и я, два человека, совершенно в пустом лесу, совершенно в пустом доме. Мы там жили. Он взял отпуск в театре и прекратил сниматься. А тут как раз Никита Михалков предложил роль в неоконченной пьесе для механического пианино. Я Никите говорю, Никита, я не могу ехать. Как? Я говорю, вот такая история. Так мы едем там, какое-то подмосковное, там санаторий, там все условия, она там будет, и питание, всё там есть. И воздух чистый. А я говорю, она хочет жить в Ходьково. Не могу. Извини. Тогда пошёл, и он мне сказал, куда я должен идти. Ну, я не обиделся. Конечно, расстроился, потому что мы как бы так шли одной командой, и нам это было очень дорого, и для нас это было чрезвычайно важно, потому что и Басик, и Саша Калягин, мы все-таки из той картины, и Пастухов, мы прямо плавно перешли из рабы любви в механическое пианино. Я помню, правильно, у него были проблемы дома, это я помню, да. Мне очень жалко, что он не играл на эту роль. Зато у них с мамой было длинное-длинное лето в Ходьково. Потом были ещё больницы, долгое и мучительное расставание. Ну, что говорить, это самые близкие мои люди, и уход каждого из них я воспринимал, ну, трагически. Особенно последний уход мой, когда я уже был зрелым человеком, мужчиной с ребёнком, женой, с семьёй. И когда она умирала у меня на Дмитровском переулке, а потом в больнице Академии наук на Торезе, я понимал, что кончается моя жизнь. Когда кажется, что кончается жизнь, актёра спасает работа. Михалков начинал фильм «Несколько дней из жизни» Ивана Ильича Обломова. Поняв, что Обломовым ему не бывать, Басилашвили попросился в массовку. Я пошёл в 8 утра, все его записали меня. Он говорит, «Ты что здесь делаешь?» Я говорю, «Я хочу сниматься у тебя в кино». «Как?» Я говорю, «Ну, в массовке пройдусь, уже хорошо». И он придумал для меня тут же эпизод. Маленький-маленький, идиотский эпизод, который снял. Это вошло в корди. Такой посетитель идиот, который сидит у, так сказать, графини и слушает, так сказать, её литературное творчество. Больше ничего там нет. Но это было так сделано. Этот проходящий, даже пролетающий. Чтобы на такую роль пригласить народного артиста, без единого слова, чтобы он согласился, пришёл, загримировался и сыграл, это нужно быть Олегом Басилашвили или, там, скажем, Валей Гафтом. Потому что режиссёр первого класса, Михалков, если бы он меня позвал сейчас играть роль, которая меньше трёх секунд, я бы пошёл. И я знаю, что не я буду это делать, а он. Он сделает эти три секунды такими, в которых можно сказать больше, чем целый час. Басилашвили не снялся в механическом пианино, не стал обломовым, ни судьба. Но если роль – судьба, от неё не уйдёшь. Своего Бузыкина Георгий Данелия искал долго. А вот Олега Басилашвили в роли Бузыкина Георгий Данелия не видел. Мешал служебный роман и образ министерского карьериста. У нас разные версии. Он говорит, что он меня видел после пробы, он вез меня домой на покровку. И когда он меня довез, я никак якобы, он смотрел в зеркало заднего вида, не мог улицу перейти, как-то нерешительно. Он сказал, вот это вот Бузыкин. А по версии Олега Басилашвили, этой ролью он обязан ассистенту по актёрам Лени Судаковой. Она буквально заставила явиться на «Мосфильм» и постучать в кабинет режиссёра. Я стучу, да-да, отворяется дверь, я вхожу, и это он, и кто-то ещё. Я говорю, здравствуй, Игорь Николаевич, я приехал в кинопробу. У него глаза на лоб. Он меня не вызывал. Это Лена подстроила, чтобы я приехал. Он сказал, да-да, а он очень мягкий человек. Поэтому, да-да, конечно, как же, обязательно, да. Камеру, нашли камеру, где-то меня сняли в углу в каком-то. Меня после этого взяли. Стойте! Василий Игнатьевич, вот вы волевой, цельный человек. Выбил тоже волевой и цельный. Но я тоже волевой и цельный человек, и меня голыми руками не возьмёшь. Я прошу вас привыкнуть к этой мысли. Счастливо оставаться. Очень быстро, я не понял. Сколько в Бузыкине от сценариста, сколько от режиссёра, а сколько от Олега Басилашвили? Кто теперь возьмётся считать? Ну, вы знаете, я не калькулятор, и мне трудно говорить. Я просто люблю Олега, люблю его. Люблю, потому что люблю. И никаких других причин для этого у меня нет. Когда я вспоминаю о кино, конечно, я вспоминаю осенний марафон, прежде всего. это на редкость честное и, так сказать, тот редкий случай, когда мы играем про себя. Работы хоть отбавляй. Теперь и в театре, и в кино его место в первом ряду. Рязанов запускает новый фильм, и главная роль в нём пишется специально на Олега Басилашвили. Но Басилашвили недоволен. Опять играть негодяя, упрекает он Рязанов. Ты что, видишь во мне что-то отвратительное? Рязанов видел другое. Басилашвили актёр оркестра, способный сыграть так, как ему нужно. Изображаешь ты карбонария неубедительно. За трапой! Душители Савады! Запомни, делу дан ход. Отступать некуда. Так что смотри. Центрап! Ну вот уже лучше. Но очень плохо. Палач! Граф Мерзляев интеллектуальный, породистый и гламурный мерзавец. Умеет носить костюм, обладает безупречными манерами. Он центр сюжета и его движущая сила. Всё это вместе. Тут нужен Олег Басилашвили. Отрицательный персонаж должен быть достаточно привлекательным. Потому что, если вы видите в кадре сразу какого-то монстра жуткого, в котором сразу написано на лице, что он собой представляет, то это зрителю неинтересно. Товарищ начальник. Потому как ты метёшь, люди думают о нашем городе. Это тебе не просто мусор убирать. Товарищ начальник. Я заместитель. Простите, товарищ заместитель. Понимаете? Что происходит? Я сижу, понимаете, она требует, чтобы я платил за обед, который я не ел. Дело в том, что не вруб 20, а в принципе, понимаете? Как же? Я сижу в ресторане, в ресторане просто есть нельзя. Это невозможно. Знаете, я лично по ресторанам не хожу, я дома обедаю. У меня жена замечательно готовит. У него-то была роль мягкого и изумляющегося человека. Мне это было проще в том смысле, что я играл, так сказать, жлоба и, так сказать, мне получалось от этого удовольствие, потому что знаешь, как это делать. Тут ему было сложнее, но он партнёр полистательный. Да, и вот теперь ещё вот что. Ты это самое, ты отойди, нам поговорить надо. Послушай, и немедленно уходи отсюда, слышь, чтобы я больше тебя на этом вокзале не видел. Ясно? Порубль два, давай еще, хорош. А, так это он, что ли, пристроился? Я тебе что велел делать-то? Я тебе велел да и не стеречь. А ты что натворил? Спекулянт. Спасибо. Мерзавец. Пошёл вон отсюда. Я тебе всю морду набью, понял? И сюда прыгнешь. Да. В первый же съёмочный день им с Людмилой Гурченко надо было целоваться. А он даже не был знаком с этой женщиной? Ну, конечно, просто поцеловаться с женщиной, с незнакомой. Какая бы она была прекрасная, да ещё в окружении ста человек киногруппы, невозможно. Такого застенчивого артиста Гурченко ещё не встречала. Её партнёр просил Рязанова убрать сцену с поцелуями. Зачем сразу целоваться? Может, лучше просто поговорить? Любовная сцена не выходила. Слова звучали сухо, как милицейский протокол. Басилашвили ушёл со съёмочной площадки. Пусть его снимут с роли. Он играть это не может. Тогда Гурченко сама переписала диалог. Теперь он состоял из каких-то обрывочных фраз. Но именно эти слова и были нужны влюблённым. Все, хватит. Это добром не кончится. Не хватит. Понимаете? И вот на этом вокзале смешно сказать. А я впервые почувствовал себя свободным. Да вы себе просто цены не знаете. Вы добрая, вы красивая, вы очаровательная, вы замечательная. Да. Вы прекрасны. Вы знаете, мне таких слов никто никогда не говорил. Никогда. У меня был жуткий случай в другом фильме. Очень хорошая французская актриса у нас была с нами. Она раздевается и идёт ко мне в постель. Всё. Больше ничего не происходит. А вокруг стоят операторы, кинооператоры, свет, звук. Жуть какая-то. Я сказал, я буду спать в брюках. Я сказал. Иди. Я сейчас приду. Боюсь, что после всего я могу оказаться не на высоте. Вот уж чего не боюсь. Несмотря на все сомнения, время проявило в этом человеке его суть, масштаб личности. И не случайно ему предложили роль Воланда. Но в исполнении Олега Басилашвили этот дьявольский сложный образ получился очень человечным. Он прожил бесстительное количество лет, может быть, со дня сотворения мира. Я не знаю точно. Старый уже. Может выглядеть пилетним ребенком, это не важно, но он уже старый. И всегда одинок. Так сложилась судьба. Почему там, я не знаю, одинок. еще ужасно страдает, глядя на этих людей, которые в основном омерзительная масса бездарных приспособлятцев. вот это состояние я и пытался передать в Воланде. Они люди, как люди. Любят деньги. Ну, так это всегда было. Ну, легкомысленно. Ну, что ж. И милосердие иногда стучится в их сердца. Обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. А, мы же с ним Воландов играли. Мне кажется, что Басик, при всей моей любви к нему, я не говорю, мне неловко говорить, я, мол, лучше. Это нет. Но мне кажется, что так правильнее. Хотя мы оба с ним еще далеки от каким может быть. Потому что это не человек. Воланд Олега Басилашвили тот, кто не судит. Старый, мудрый, не отчаявшийся, не оставивший свой путь из-за усталости или отсутствия перспектив. Для него ничего не заканчивается. Надо бороться, надо работать, надо играть, не надо остывать. Я знаю многих актеров, которые остыли. Я их понимаю прекрасно. Вообще говоря, где-то уже к 50-60 надо кончать эту работу. Но ведь надо думать и о будущем, раз. А во-вторых, нельзя оставить ту стезю, на которой ты находился. Правда, кто-то говорил из великих, что стыдно быть стариком на сцене. Старику быдно быть, стыдно быть. И я с ним согласен. Поэтому я, например, стремлюсь как можно реже выходить на сцену. Он действительно сейчас очень красивый старик. Таких нет. Очень красивый. Потому что мне кажется, что всю свою жизнь этот в молодости очень красивый человек стеснялся своей красоты. сутулостью, взглядом слегка из-под лобья, плечом приподнятым, странной походкой. Ну, один раз выпендрился в служебном романе, где сыграл такого хлыща. Но он им не был никогда в жизни. И вот сейчас он такой, такой седой, роскошный гуру актерский. Кто бы не судил жизнь Олега Басилашвили, ему придется признать, он ничего не растерял по дороге. Они вместе. Жена, две дочери, два внука, равновесие. В феврале 2009-го родилась Мариника, первая внучка. В сентябре 2013-го ванук Тимофей. Тимофей только проснулся. Пока-пока. А на кого он больше похож? На кого похож, говорят, что на деда похож. Здесь, на даче Врепина, их общее летнее счастливое пространство. Как когда-то в Ходьково, где он и узнал, что такое счастье. Палатки, в общем-то, дочь с мужем, они бывают, что уходят в поход. И в этой палатке здесь, на холме, могут переночевать. Я им даю с собой пикник какой-то. Дедушка волнуется, сидит, смотрит, потому что его окно прямо смотрит вон его окно, она прямо глядит на эту палатку. Так что он свой бинокль может все хитрости, все безобразия внучки, любимые, разглядеть. У Олега Басилашвили все получилось. Он сумел прожить жизнь на сцене и не принести ей в жертву свою семью. Для него ничего не заканчивается. Театр и кино. Все при нем. Скажи мне, скажи только честно, чего ты ждешь от жизни? Вот вопрос, откуда взял? Теперь, вот сейчас, чего ты ждешь от жизни? Ты уже не молод, сед, дважды был женат, у тебя ребенок. Есть ли хоть что-нибудь на этом свете, чего бы ты ждал с нетерпением? Суббота. Я люблю субботу. Какая бред. Алиса Френдлих его любимая партнерша уже много лет. И все-таки по-прежнему трудно поцеловать ее на сцене. Гораздо легче сыграть любовь каким-нибудь другим способом. Для того, чтобы человек творчески раскрылся, ему нужно три С. Свобода, смелость. Я что-то вдруг забыла, что третье С. Что такое третье С для Олега Басилашвили понятно. Это его сомнения. Те самые, которые ведут его от одной роли к другой. Всю жизнь. Три четверти репетиционного времени уходят на отрицание, на сомнение, на муки, на муки именно муки. Потому что он сам, конечно, страшно страдает от того, что все время чувствует какие-то тормоза внутренние. Все больше и больше понимая его слова, когда он говорит, что он не актер по сути своей. «Я открою вам тайну. Я вовсе не артист». Не актер по сути. Он не любит смотреть свои картины и не одобряет фильмов о себе. И не верит, что все это, все, что он сделал за свою жизнь, все это и есть он сам. Артист Олег Басилашвили. С ужасом разглядывая свое отображение в зеркале иногда, я не верю своим глазам, потому что в душе у меня звучат строчки. У меня в душе ни одного седого волоса. Из старческой нежности нету в ней. Мир огромный мощью голоса иду красивой двадцати двухлетней. Уже это я. Спасибо. ДИНАМИЧЕСКИ Но когда по домам вы отсюда пойдете, как же к вашим сердцам подберу я ключи, чтобы песней моей помогать вам в работе. Дорогие мои москвичи, синий дымкой окутаны в стройные здания, ярче блещут кремлевских рубиноплучи, ждут вас завтра дела, скоро ночь, до свидания, дорогие мои москвичи.